В послании Али Маджлису и народу Узбекистана президент расставил много акцентов. Каждая из них своеобразная дорожная карта по достижению целей и задач в условиях, когда стремительно меняется все, от ситуации на политической карте мира, так и, соответственно, в плане экономического дополнения. Глава государства дал понять, что социальная составная останется превалирующей в системе координат построения нового Узбекистана. Социальное государство – важнейшее основополагающее достижение человечества. Безусловно, основой для притворения в жизнь этого посыла является образование. Во всем мире знание иностранного языка, в том числе английского, не является преимуществом при трудоустройстве. Это воспринимается как должное, само собой разумевающееся. Ежегодно в республике растет число студентов в унисон с увеличением количества высших учебных заведений. Но в данном случае руководитель страны говорил о качестве. Заинтересовать, привлечь к знаниям, к получению навыков дела или ремесла способен наставник с большой буквы. К сожалению, их не так много, как хотелось бы. Ребята после школы фактически не имеют ни знаний, ни профессий, востребованных на рынке труда. По поручению Шавката Мерзиёева, весь цикл, начиная от условий, квалификации педагогов, интересов учащихся, изучен в более чем 2000 школ, где предусмотрено наладить обучение 64 видам профессий, исходя из региональной специфики. Что это даст и почему так примечателен опыт Андижанской области, где, как вы знаете, наиболее высокая плотность населения, расскажет Хандамир Хашимов. Действительно, Андижан славится не только своими достопримечательностями, гостеприимством, высокой плотностью населения, но и довольно талантливой молодежью. Ежегодно около 30 тысяч человек заканчивают обучение в общеобразовательных школах, переходя без преувеличений во взрослую жизнь. Когда крайне важно сориентироваться и выбрать продолжить обучение в УЗИ, начать свое дело или приступить к работе. Как показывает практика, треть выпускников поступит в высшие школы, набрав необходимые баллы. Логично задаться вопросом, а что же будут делать остальные? Те, кто, например, не добрал баллы или вообще решил не вставать в ряды абитуриентов. Вопрос нашел свое практическое решение еще в прошлом году. В ретроспективе представители молодого поколения могли получить профессию лишь в определенных колледжах или высших учебных заведениях. Теперь этим могут воспользоваться и ученики школ. Опыт Андижана это наглядно демонстрирует. Каждый выпускник прикрепляется к предпринимателю или ремесленнику по принципу наставник-ученик, благодаря чему юноши и девушки обеспечиваются работой. Другими словами, молодежь занимается не только теорией, точными и естественными науками, но и обучается профессии. Определенный район не будет отнесен к изучению одной профессии. Исходя из интересов молодежи, специфики махалей, цеха, предприятия или завода будут прикрепляться к той или иной школе. Если, к примеру, в нашем районе драйверам принято считать их стиль, то есть и некоторые махали, специализированные на туризме. Там много гостиниц, центра оказания услуг и прочее. Если уже в школе детей научат, как правильно встречать гостей, как работает гостиница, что для этого нужно, это тоже своего рода профессия. Это один из примеров. В нашем районе очень много предпринимателей. Им становится выгодно открыть тот же швейный цех. По сути, он начинает зарабатывать сам. Обучает молодежь, если требуется, оплачивает их работу. Примечательно, что в учебных заведениях создаются малые предприятия и мастерские. Результат не заставил себя ждать. Тысячи молодых людей стали получать доход. И по цепочке, соответственно, увеличился доход их семей в целом. В 2022 году более 20 тысяч ребят, окончивших школу, были обучены профессиям и, как итог, обеспечено их трудоустройство. За пять месяцев текущего учебного года почти 17 тысяч выпускников получили собственный источник дохода. Этот цех функционирует уже год. Здесь мы обучаемся ремесленничеству. В будущем со своими сверстниками хочу продолжить заниматься данной деятельностью. У каждого есть свой наставник. Безусловно, когда мы пришли сюда, не обладали нужными знаниями. В их получении нам помогли наши учителя. Теперь я сам работаю здесь. Делаю обувь. В день шью около 10-12 пар обуви. За счет этого получаю 1 миллион 200 тысяч сумм в месяц. В прошлом году 67 выпускников нашей школы обучились ремесленничеству. Некоторые — швейному делу. Сейчас же из 129 выпускников 87 полностью освоив профессии и получают заработок. Коллектив школы и родителей очень радуют и воодушевляют то, что они, будучи еще школьниками, приносят в своей семье доход. К каждому находящемуся в том или ином районе производственного предприятия прикреплены расположенные поблизости школьные учреждения. В частности, 80 выпускников 1, 3, 4 и 5 школ в настоящее время работают в обществе с ограниченной ответственностью Динаргрупп в городе Андижане. На этом предприятии мы со своими друзьями проходим дуальное образование. Мы очень рады. Возможности оказались очень хорошими, потому что до обеда мы на учебе, а после не было работы. А сейчас все намного улучшилось. Мы учимся, а затем идем работаем. Одной из хороших сторон я бы назвала одновременное обучение и трудоустройство. Ведь за счет этого мы получаем хороший заработок. Я, к примеру, каждый месяц получаю полтора миллиона сумм. Шахрихан можно назвать самым образцовым районом с точки зрения возможностей получения профессионального образования. Здесь осуществляют свою деятельность около 200 ремесленников. В зависимости от специализации и расположения кварталов, они прикреплены к школам. Йоркиной Туйчиева, проживающая в Махале-Анджи-Жанлик, делится секретами ремесла с 12 выпускницами трех школ. Это лишь один из многих примеров того, как важно восстанавливать уже имеющиеся традиции. Скажем, такие как преемственность поколений. К этому делу я интересовалась еще с детства. В нашей школе была выдвинута инициатива об обучении профессии по принципу наставник-ученик. На данный момент я могу самостоятельно полностью шить тюбетейку. У меня появилась возможность как изучать что-то новое, так и продолжать обучение в школе. За неделю я могу сделать 3-4 тюбетейки. Если в среднем одна стоит 200 тысяч сумм, то в месяц я могу получать 2,5 миллиона сумм. Как отмечал наш президент, 11 класс – жизненно важный год. Потому что заканчивая обучение в школе и при этом получая дополнительные навыки в какой-либо профессии, а также владея двумя языками, начинается прогресс общества. В течение двух-трех лет оно изменяется в лучшую сторону, ведь молодежь знает и работу, и языки. Они спокойно могут найти свое место на рынке труда. Для того, чтобы ребята успешно вошли во взрослую жизнь, мы приложим все свои усилия. Наверное, вдвойне приятно видеть, что есть те, кто сумел за год обучения овладеть азами рукоделия и достичь уровня мастера. Для таких, как Абдухадар Расулджонов, возраст не помеха. Будучи совсем юным, он открыл семейный бизнес. Помимо себя, он обеспечил работу и своих сверстников, которым платят до 2 миллионов сумм. Совсем неплохо. Сейчас ставится цель, чтобы ребята по окончании школы знали два языка, а также имели профессию. Я, можно сказать, наношу свой небольшой вклад в реализацию данной инициативы. Я сумел обеспечить работой и себя, и своих друзей. На мой взгляд, мы получаем вполне достойный заработок, чему мы, несомненно, рады. И вновь о тенденциях глобального характера. В частности, международные эксперты отмечают снижение качества рабочей силы в мире. По их мнению, доля высококвалифицированных специалистов среднего звена в государствах с развитой экономикой составляют 40%. И это является одним из ключевых факторов достижения целевых показателей экономического развития и роста. Потому для поддержания динамики в республике просто необходимо повышать эффективность системы профессионального образования. И начинать нужно со школы.